добрый день друзья некоторое время назад у меня на канале появился не обзор а заказ мерседеса и ей квест мы приехали в салон mercedes находимся мы в испании и вместе с я нам заказывали и квест набирали опции обсуждали какая должна быть машина и вот сейчас пришел момент забирать этот автомобиль и время до обзора еще не дошло но я считаю что нужно снимать все шаги раз мы снимали даже заказ привет я ребят я уже начал затем привет начало нашего видео и мы сейчас я нам пойдем получать этот автомобиль нам расскажет менеджер да выдаст вы увидите как это все происходит в испании и попутно будем изучать его опции первом приближении посмотрите какое жлобство интересно сколько баранов влезет это вот зазоры я ничего не хочу сказать но это написано барабан эдишн мерседеса класса летний коврик эмоции владельца эмоции водителя попробует проехаться я попробую проехаться я добро пожаловать мир электричек телефон плечом вот так вот еще и все это еще гремит и дергается так страшно да в том-то сидишь и переживаешь такую тяпку туда не просунешь но вообще на месте крутится ты чё радиус тут шикарно сожалению я не могу вам сейчас помочь ну а потом отдельное видео будет уже тест-драйв но сегодня тоже будет много интересного не переключайтесь пойдем ребят пока ян там договаривается у нас тут очередь за мерседесами я подошел фиша балдел я надеюсь не все за их весами очередь до эквесами я вижу стоит до очередь на ты без очереди подошел там бабушка недовольна бабушка недовольна но у меня очередь была договорена на и она говорит нас утра стоит за икс больше не заниматься не сказали сейчас мы скачаем аппликацию и без этого не выдают без этого машины не выдают без аппликации но он сказал конфигурацию мы себе сделаем какой-то по машине конфигурации прошьет свежую прошивку наверное это тебе это тебе не на рынок бары съедет но на барысе бы сразу без прошивки выдали за прошивки выдали нужно доплатить нет в данном случае все бесплатно за все уплачено то есть я могу регулировать кстати на прошлом мерседесе не пользовался вообще этой аппликации да и слушай я этой пользуюсь удобно где где машина находится какой у нее иногда или говорю что слушай ты ты что далеко уехал у тебя мало заряда уже вижу она даже есть и равно только то что под чехлом ничья ян ты сейчас будешь снимать с экрана самую большую самую дорогую пленку в своей жизни знаешь некоторые люди с телефона с пафосом снимают пленку это будет самая большая и красивая дорогая пленка будем снимать я раз а вот смотри видишь уже установлен мой профиль на него нажмем конфигурируем отпечатки пальцев пальца надо самый толстый конкурировать палец самый толстый и отрезать чтобы потом был не лезть и никакой ответ экранцем отключается просто перезагрузить еще покажу где кнопка резет находятся нам под коленка под левой резет он просчитывает память там так тарахтит быстро кардиск дисковод работает и потом он загружается перезагрузил это виндос потому что виндосом не мог пользоваться все на маке ваз у вас ребята какая-то таинственная отсылка здесь завода видимо что-то хотели донести здесь написано на петле наверно нет я ничего не хочу сказать но это написано наверно и питание вот здесь есть вот такая вот функция галерея значит когда машина припаркована если кто-то подходит к машине там дотрагиваться до реки она фотографирует полностью 360 и здесь все фотографии то есть если ты идешь ключом царапать на морда надо подумать и к сарапать нельзя и к сарапать нельзя именно все я думаю парень когда все расскажет он потом идет выдохнет налить себе чашку кофе скажет как же я люблю продавать барабан эдишн мерседеса класса показал дедушки как сзади крутится стеклоподъемники две кнопки спереди кондиционер и свободен а тут надо столько всего рассказа да а где тут стоит магнит здесь от магнита давай потом с ними конечно потом я просто чуть-чуть прикоснуться прекрасному эта машина она знаешь чем отличается других тем что в ней надо разбираться очень долго тебе функции я когда купила и 3 мне казалось что я буду очень долго не разбираться через две недели мне уже стало скучно эта машина гаджет и она больше гаджет чем тест на мой взгляд и здесь не нужно будет им дать чувствую это долго самое главное ты знаешь ощущается во всем премиальность вот прям вот не сравнить с тестами машина офигительная потому что она очень качественно сделано зайдем массаж есть или нет я так и не понял мы не брали а мы не брали массаж это можно было взять но массаж допустим но климат-контроль очень вилка примитивно на peugeot 307 понимаешь такая там прям роскошно комфортно никто не говорит а просто на фоне того космоса который здесь да за задник просто комфортно и все вот могли бы сделать некоторые моменты побогаче вот это вода слайдер культурный а кстати а как вот работает эта зарядка это вот отдельные отдельные роли это рано надо сдавать не конечно не как заряжаться нужно потому что это моя машина не очень маленький объем батареи я могу заряжаться где угодно у тебя тебе нужны быстрые зарядки и ты будешь неизбежно пользоваться зарядками платными понимаешь бы который заряжает быстро машины вот эти зачем проблема проблема испании в том что большинство станций которые здесь указаны оказывается потом каким-то гаражом ты даже не понимаешь что там ты приезжаешь а там хорхе тебе дает этот удлинитель и говорит ну как а знаешь почему это делает рекламирует свой сервис допустим у нас есть бесплатная зарядка и это на самом деле все не так действительно вот в киловаттах надо смотреть первую очередь и сетевые станции до мощные а вот маленький мари в макдональдсе есть до макдональдс это нормальная зарядка 50 киловатт да и но не наверное они всегда эти 50 киловатт тебе пришли пускаю я горючка ежа конец семена паска вот знаете как солидность фирмы показывает обычных офис и эта машина настолько солидная что я на самое тут то наверное принимать вид клиентов именно в автомобиле чем не офис ребят посмотрите какое жлобство автомобиль за такие деньги продается вот с такими клапачками но если вы хотите за 18 евро вы можете поставить вот такие и так во всем ты пожалуйста ставишь бабе магнит привет первое что бросается в глаза на этой машине это вот зазоры но это так и должно быть но вот это вот так быть не должно сейчас будем чинить причем это вопрос предпродажной подготовки то есть это не дверь это уплотнитель который просто не заправлен ну как минимум продавцами как максимум на заводе багажничек можно поставить мало ли чего там на крыше возить картошку багажники баранов интересно сколько баранов влезет как казахстане измеряют объем багажника в баранах уверенно отвечают сколько баранов а здесь над проверять кстати машина очень вместительная ты жил тверо предыдущий ты привык седану с класс хэтчбэк то есть говорит что лучше не открывать только в сервисе я это понял тут резинка была не заправлена как раз я ее заправил в сервисе видимо уже открывали даже кепку для григория подарили шапка у вас откуда моя посмотри второй комплект ковриков для семёна для семёна аккуратно аккуратно все нормально химчистка 200 евро это его в жигули комплект ковриков оригинальный мерседес коврик и надо пленку снять летние летние коврики это тоже семена какая красота оставь семена остальные мерседесская пленка осторожно до смотреть со своего монитора я могу тоже все смотреть отвечать то есть продвинутые тещи будет горит и что так гоняешь смотри у тебя 94 процента уже осталось все отсюда понимаешь ты знаешь есть такая шутка о том что приборный щиток на некоторых машинах развернут в сторону водителя и вообще не видно ниоткуда кроме как водителя чтобы не комментировали жены и тещи пассажиры и так далее есть такая шутка то здесь прямо все отдельный дисплей для тещи это голосовое управление выключи кондиционер хорошо выключаю кондиционер заработай мне денег не могли бы вы это еще раз повторить заработай мне много денег к сожалению я не могу вам сейчас помочь спросить вот так всегда спроси сколько луна стоит ты понимаешь так всегда кого не попросить ну ты знаешь надо заметить что все прикол приколами но реально работающие голосовая система очисток от вижу опасные зоны пока до появляются ты самый опасный слева добро пожаловать в мир электричек ты будешь упиваться этим минимум неделю и ты чуть-чуть придаю газ вообще чуть-чуть да ты просто поймешь потом что это такое и это я с высоты даже не с высоты с на тебе рассказываю электричек а тут это это реально топ я думаю что ты сейчас будешь придумывать себе дела какие-то куда на машине съеденда на машине это я не шучу я думаю что на днях поеду бенедор послушай но на самом деле ты здесь будешь очень много получать эмоции изучения в процессе и потом будешь с восторгом рассказывать ты я это нашел я это нашел сначала ты привыкнешь ко всему как машины едет а потом будешь уже интересоваться опциями так всегда опции здесь столько что несколько месяцев ты будешь находить что-то новое ну да а давай попробуем знаешь что венит запарковаться вот автопарковку посмотреть на нем давай потому что в условиях таревьехи это опция она как интересная так и опасная одновременно и вообще не понимаю честно говоря как это будет работать давай дальше пройдем вперед пускай еще когда он их найдет может надо медленнее может быть ближе прижиматься прижмись поближе вот сюда вот он залезет или нет но он должен что залезть сюда за я залезу в том сидел что я вот он вот вот запуск процесса парковкой парковки кнопкой парковки под дисплеем где кнопку парковки под дисплеем вот это на нажми все пошла варечка ноги убери только я убрал так страшно да в том-то сидишь и переживаешь она еще так быстро я бы я бы так не заезжал быстро тихо-тихо-тихо береги диски мерседес а со стороны и все показывает на этом на ходом дисплее на а я все здесь смотрю слушай со стороны выглядит так как будто такой супер крутой водитель смотри для выезда с парковки с помощью активно можно еще и выехать не только за вам давай помоги выехать я могу помочь вам в легком и интуитивном управлении различными функций шайтан выезжай сам google google помоги выехать google вот скажите я гидро кей google не могу вам помочь не так-то ты уж много можешь помочь я смотрю с помощью активной системы парковки коситесь здесь запуск процесса парковкой под дисплеем правильно вот это включите заднюю передачу до педалью газа дай ему сигнал что вот выровняет он тема что все бери руль видишь нарисована я нарешу что она дальше поедет в бар смотри как красиво море отрисована она видишь еще с этим светом с рябью от солнышка интересно эти погоды не солнечная будет от света на карте или возможно да а может и нет но тут такие моменты которые кстати вот они даже наверно в обзорах то не рассказывают но я думаю с тобой со временем в обзоре расскажем что полезно что нет потому что это вещи которые познаются именно вот в эксплуатации даже человек который на тест-драйве эту машину делает обзор он не может все это узнать и познать как владелец поэтому нам с тобой обязательно надо будет снимать впечатление владельца впоследствии да что хорошо что нет что маркетинг что действительно полезно что работает что не работает в опциях блин но очень много очень мягкая прям да она просто вот крови от реально плывет машина я давно не ездил на машин даже как давно никогда не ездил на машине такого комфорта мы сейчас тобой поменяемся и ты скажешь свои ощущения я как пассажир сейчас говорю тебе что никакой с-класс из тех на которых я ездил включая самый последний он не давал такого эффекта комфорта в том числе еще потому что конечно электрика дает вот это ощущение по парень и плавности ручка сразу я не найти да я сначала знаешь за верх двери схватился потом вот за эту часть причем тут все эти части накладными панелями сделаны на дверях для амбиентной подсветки да потому что идет светодиодная лента но ручка она вот здесь до за стеклоподъемники нужно руками ну прям туда просовывать так особенно массивную эту культяпку туда не просунешь чтобы закрыть ну а мы ребят поменялись местами я сел за руль ян сел сзади справа на место самого vip пассажира и посмотрит теперь каждый сравнить свои впечатления но сначала я попробую проехаться чтобы сказать как как чтобы даже кресло не надо ничего подстраивать а ты попробуешь проехать ты никуда не поедешь почему разблокировать нужно разблокировать что машину он видишь палец мой просит все без тебя бы не уехал добро пожаловать ян война рач понял добро пожаловать а это не зеленый ярослав левенштейн нет ощущение электрички в том числе потому что кстати она довольно охотно трогается вперед когда отпускаешь педаль тормоза она подкатывается в пробке то есть вот у меня например на и 3 нужно все-таки газ немножечко тронуть чтобы машина вперед пошла а так ну обычный обычный премиальный с-класс а вот когда начинаешь ехать вот тогда уже вот эта тишина вот этот вот запас под педалью потому что совсем немного нужно нажимать на газ чтобы она вообще трогалась я чуть-чуть дам газ давай я честное слово вообще чуть-чуть просто чуть-чуть я думаю что нам надо во первых замерять здесь надо в следующий раз брать девайс и замерять разгон до 100 производитель обещал 3 чуть более производить немного обещал маму или 34 он обещал пом даже машину поставить через три месяца умные парковки выезды ассистенты все эти многочисленные сигналы они со временем уверяют человека в какой-то безопасности этому излишней безопасности также этому способствует вся вот эта тишина плавность со временем ты теряешь ощущение с реальностью то есть если ты едешь на вас 2106 и тебе нужно одной рукой держать коробку передач другой сцепление телефон плечом вот так вот еще и все это еще гремит и дергается и норовит заглохнуть тогда у тебя концентрация гораздо выше как это не смешно в этой бесшумной современной скоростной машине человек который возможно привык другим машинам и ему кажется что она она все за него сделает вот разве что только деньги не заработает как выяснилось ну мы же с тобой считали да этот надо наверно напомнить зрителям что эта машина она же в лизинге и да но не лизинг рентинг похоже аренда назовем и фактически она обходится ежемесячно примерно столько сколько стоил бы хороший водитель его оплата его труда риме я сюда то есть примерно так и весь парадокс в том что можно говорить что купили дорогую игрушку и эта машина стоит лишний дорог когда это дорого но согласитесь позволить себе водителя было можно в фирме я на личного персонального его нет вместо него есть этот автомобиль ты знаешь я на это машина все-таки на которые еще люди поворачивают голову и будут делать это я думаю еще несколько лет она все-таки выделяется на дороге во первых это большая машина сейчас когда мы едем по набережной среди микролитражек до стоят смарты всякие клее коротенькие и машина больше в два раза вдвое вторых она эффектного цвета матового и в третьих естественно это все понимают даже бабушки и дедушки что это новая модель мы это в мерседесе салон заметили на машину смотрели все с интересом она очень бесшумная и вот например например на велосипеде впереди едет дядечка для которым нам сигнализирует показывает спереди справа что нам имеет дядечка да ты смотри я к ним прижимаюсь он не пипи пипи пипа дядечка не слышит просто не слышно слушая машина конечно большая но как она разворачивается мне интересно как ты на ней будешь крутиться в таре веке да есть ассистент парковки я хочу посмотреть знаешь ее радиус я специального взял прямо смотреть в крайне обочины и в сторону в другую сторону выворачиваю максимальная руль она вообще на месте крутится ты чё радиус тут шикарный данного вообще крутится на месте ты вилку я сделал я хочу еще один круг сделать мне вот трудно поверить сушку маневренный да вообще просто он же кроме разворота еще сам по себе маневренный очень сильно я боюсь оттнуться бампера аккуратненько а ты посиди внутри яшка водитель твой сегодня ян борисович вы так боитесь что это на вас нападет прошу вас спасибо слушай ну прикольная машина поздравляю тебя с покупкой спасибо прям мне реально очень понравилось вот честно скажу я пойду сейчас свою машину с легкой переоценкой ценности потому что я скажу честно с теслой у меня не было никаких эмоций какая бы тесла не было все равно внутри все время ощущаю что я сижу в американской машине и мне все-таки по душе если немцы то вот такого плана потому что очень очень качественная машина и для немца непривычно навороченная здесь много что можно изучать а я люблю машины гаджеты ну и комфортно конечно что я думаю будешь изучать и мы с тобой снимем отдельно обязательно на обзор именно обзор до в котором дарила полноценный обзор спустя может недельку когда я ее потестирую впечатление своего когда я научусь зарядкой да да и ты уже скажешь это хорошо это плохо это опцию я нашел посмотри что я нашел потому что мы сейчас находили многие опции прямо на ваших глазах и я думаю здесь еще можно находить и находить мальчик из мерседеса не знал точно что здесь есть конечно он сказал скоро у него курсы будут будут обучаться но давай может быть и раньше его курсов будешь все знать спасибо давай спасибо давай пока сейчас в обрел за свои машины давай пока ребят до новых встреч кстати ян погоди секундочку посмотрел на эту вещь важный момент хотел тебе показать смотри на расстояние между бампером и бордюром я подъехал звука не было вообще да но если машина на регулируемые подвески она может после того когда ты и глушишь опускаться у меня было на элыксе такие же истории я подъезжал вот так сугробу до машину глушил вроде все тихо через две минуты она опускалась когда я уходил я пришел а у меня бампер съехавший весь в трещинах не знаю как здесь но будь осторожны с бордюрами ну да вот теперь точно все пока пока